Потом, уже выписываясь домой, молодые мамы говорят, что бог с ними смучениями, главное, что малыш, вот он родненький, наконец-то появился на свет. Негатив постепенно стирается, но никогда не уходит до конца. Рассмотрим 10 ужасных вещей, которые женщины терпят во время родов. Первое. Раскрытие вручную. На женских форумах каждая вторая женщина жалуется на то, что врач при осмотре пытался вручную увеличить степень раскрытия шейки матки. И эти воспоминания мучают еще долго. Боль настолько адская, что даже схватки перед ней меркнут. Анестезию ведь к этому моменту еще не сделали. Усугубляет ситуацию еще и то, что нередко акушеры ведут себя, мягко говоря, недружелюбно. Не объясняют, что и зачем делают, не предупреждают, что может быть больно. Второе. Клизма. Сейчас в роддомах мало по малому отказываются от этой практики обязательной клизмы перед родами. Раньше считалось, что эта процедура необходима во имя соблюдения санитарно-гигиенических норм. Но последние исследования показали, что разницы нет никакой. Что с клизмой, что нет. А многие роженицы знают, как эта процедура может быть неприятна и унизительна, да еще и страшна. Кажется, что родишь прямо в туалете. Третье. Схватки. Они гораздо больнее, чем собственно роды, если все идет нормально, без эксцессов. Схватки длятся часами, выматывают с каждым часом, становятся все болезненнее. При этом далеко не всегда схватки разрешают пережидать так, как удобнее самой роженицы. Заставляют лежать в одном положении под КТГ. Да еще и отругать могут, если датчики съехали, а как тут будешь лежать неподвижно, когда от боли глаза пеленой застилает. Четвертое. Неумелый анестезиолог. Сядь вот так. Нет, вот так. Не шевелись. Команды, которые выполнить иногда просто невозможно. В итоге игла для эпидуральной анестезии, раз за разом входит не туда. Попасть в нужное место медику удается раза с третьего-четвертого. Конечно, так бывает не всякий раз. Но если уж повезло, не позавидуешь. А если добавить к этому еще жуткие истории об осложнениях после анестезии, то и рожать не хочется. Пятое. Эпизиотомия. Если ребенок крупный, то делают разрез промежности, чтобы избежать разрывов. Зашить ровный разрез гораздо проще. Заживать он будет легче. Но приятнее от этого не становится. Некоторые мамы жалуются, что эпизиотомию делают практически на живую без обезболивания. А то и зашивают, как попало, потом начинаются мучения со швами. И в любом случае сидеть после такого вмешательства запрещено. Кормить ребенка приходится лежа, есть как угодно, хоть стоя. Шестое. Разрывы. Тоже, к сожалению, не редкость. Что при разрыве ткани испытывает женщина, вряд ли можно представить. Иногда после родов приходится накладывать десятки швов. Иногда это делают, опять же, судя по жалобам на форумах без обезболивания. Заживать такие швы могут месяцами. Седьмое. Вторичные. Схватки. Они могут быть такими же болезненными, как и сами схватки. Когда матка начинает сокращаться, живот снова начинает болеть, будто роды пошли по второму кругу. Принимать обезболивающее при этом нельзя, если кормишь грудью, а в роддоме все-таки делают попытки наладить грудное вскармливание, если ситуация не выходит за рамки обычной. Благо, они быстро проходят. Восьмое. Ручное отделение плаценты. Обычно плацента отходит сама примерно через 5-30 минут после того, как на свет появится младенец. Но если она врастает в мышечный слой матки, врачам приходится отделять ее насильно. Обычно процедуру проводят под наркозом. Она несложная, но наркоз есть наркоз, вмешательство есть вмешательство. Но если этого не сделать, потом придется делать выскабливание матки, а это в разы хуже. Девятое. Стимуляция окситоцином. Когда есть показания, процедура совершенно оправданная. Дело в том, что если схватки идут уже долго, а раскрытия все нет, то мама выматывается, и у нее потом просто нет сил родить. Да и безводный период длится слишком долго, что плохо сказывается на здоровье младенца. Окситоцин применяют, чтобы роды ускорить. Схватки начинают нарастать очень быстро и становятся очень болезненными. Гораздо больнее, чем без окситоцина. Десятое. Хамство персонала. Мало того, что больно и страшно, так тебе еще хамят, тыкают, орут, ничего не объясняют. Оказалось, что эти люди здесь, чтобы помочь. А беременеть не больно было. Вот тогда и надо было орать. Такие фразы, а то и похлеще, к сожалению, не редкость. Хочется верить, что когда-нибудь отношение к беременным и роженицам поменяется. Ну уж больно это медленный процесс.